Водная артерия Самарской области – одна из самых разветвленных в Средней России. Среди серьезных угроз, которые могут нанести урон этому богатству, специалисты выделяют проблему обмеления водоемов. Глубины рек и озер региона уменьшаются. В основном за счет заиления, которое, в свою очередь, провоцирует неразумные распашки земель, незаконное возведение перемычек и прочих гидросооружений. На помощь природе приходит добрая воля человека. У нас есть государственная программа развития водохозяйственного комплекса, в рамках которой мы проводим, в том числе, мероприятия по расчистке руселарей. Поэтому, в принципе, такая работа проводится. У нас там более 23 мероприятий заложено. То есть, в этом направлении работа ведется. Усилия государства не остаются напрасными. Так, на протяжении последних пяти лет специалисты отмечают уменьшение процента загрязнения водоемов региона. Положительные динамики свидетельствуют пробы воды на микробиологические показатели. Есть тенденция к улучшению. В пробах, как правило, по микробиологическим показателям обнаруживаются калифорные бактерии, калифаги. Но вместе с тем, возбудителей кишечных инфекций мы не обнаружили. И по процессологическим показателям также, в целом, глобальных ухудшений нет. Но я говорю о водоемах первой и второй категории, за которыми управление Роспотребнадзора осуществляет непосредственно надзор и контроль. Держит руку на пульсе природы и правоохранительные структуры. Ежегодно выявляются факты незаконного сброса неочищенных вод рядом предприятий области. В 2017-м в сравнении с 2016-м году вовсе уменьшился объем сброшенных сточных вод водоем в Самарской области на 4,77%. В том числе на 7% снизился объем неочищенных сточных вод на 7,2%. Это если 2017-е сравнивать с 2016-м годом. При этом заметно увеличение мощности очечных сооружений. Впрочем, проблемы остаются. Так, Волга и впадающие в нее реки необходимо регулярно очищать от обильно разрастающейся в последние годы зелени. Здесь может помочь планомерное разведение пород рыб, включающих в свой рацион водоросли. Затем начинающийся паводок напоминает о необходимости приведения в порядок ливневой канализации. И это лишь часть вопросов, стоящих на повестке дня. Владислав Жирнов, Алексей Гриднев. Новости губерния. Субтитры создавал DimaTorzok